Всем привет! Это Четкий Футбол 4D. Мы возвращаемся после праздников. Вам поздравления со всеми праздниками, особенно со старым Новым Годом, конечно. Не болейте! Ну, вернее, болейте за свои команды, а чтобы здоровье было в порядке. Ну и сегодня мы обсудим... Мы хотели много матчей обсудить, но в конечном итоге обсудим два. Это, конечно, Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед и матч Интера-Ювентуса. Мы еще хотели обсудить матч Барселоны с атлетиком из Бильбао, но потом выяснилось, что никто из нас этот матч смотреть не собирается. Да, ну и сегодня Саша Дорский не смог поучаствовать в нашем выпуске. Саш, жмем тебе руку в Санкт-Петербурге и ждем, когда ты снова к нам присоединишься. Итак, начинаем с матча Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. Я так прошел, у нас много людей принимали участие в освещении этой игры и поспрашивал их мнение. Тем более, что Кирилл Дементьев любит немецкий футбол и сосиски с пивом, а вот Алхазов и Кудрявцев, они фанаты, соответственно, Манчестер-Юнайтед и Ливерпуль. Денис смотрит игру тут, смотрит на интервью Ходжсона и, видимо, думает, что все равно это была фантастическая игра Манчестер-Юнайтед. Ну, всяко поинтереснее, чем те нули в топ-матче, которые мы видели. Мне кажется, динамика была, скорости были. То есть первый тайм Манчестер-Юнайтед тебя не разочаровал? Где Погба на правом фланге там работал, Марсель слева, до Рэшфорда мяч почти не доходил. А чего Франция так чемпионство взяла? Ну ладно, слушай, Франция была значительно острее как бы. Ну что там, Марсель слева много показал? Спор о ценностях. Просто сколько можно ввозить мяч вокруг да около штрафной? Выбейте, заходите в нее, а не тупо порастреливать, чтобы хоть кто-то подхватил. Как Мауриню говорит, владение, вы выиграли, забираете мяч, мы себе три очка везем. Ну, Манчестер на это одну очку взял, но первое место. Три очка Атроф от Ливеркуля. Ты вот только что матч смотрел, поделись своими ощущениями Алхазов, просто кричал, что фантастический матч МЮ. Не знаю, что у меня было особенно фантастического. Я увидел две достаточно усталые команды, которые живут в тяжелом графике и довольно усталыми футболистами. Поэтому та игра, которая могла бы получиться в другой ситуации, особенно с болельщиками, наверное, не получилась. Хотя моменты были, драйв у матча имелся, но мы уже начинаем привыкать к тому, что в этом сезоне никто не хочет проигрывать. Потому что ничья зачастую дороже, чем возможная синица в руках в виде победы. Хотя мы видим, что идти и другие были расстроены. Филипп, отработал, смотри, ужин. Что у тебя там? Мне не принесли, походу, второго тайма. Хотелось спать и есть. Понятно. Дементьев всех раскритиковал, Алхазов кричал, что ему понравился Манчестер Ренетти. Ты как человек, симпатизирующий Ливерпулю. Скажи, что тебе понравилось в сегодняшнем Ливерпуле? Мне понравилось, что не полетела структура, несмотря на то, что полетела структура как-то на бумаге. То есть не было вообще той привычной полузащиты, которую он задает все время Ливерпулю. Не было привычного центра обороны, на который тоже все время привыкли рассчитывать. Поэтому то, что Ливерпуль играл в свой футбол, а это в принципе был футбол Ливерпуля, без каких-то там отдельных деталей, да, там, совершающего паса, условно, точного и так далее. Но в целом Ливерпуль играл так, как он играл бы с Манчестером в оптимальных составах. Это мне понравилось. Мы сегодня увидели Манчестер Юнайтед без Бруно Фернандеша, по большому счету. Ну да. То есть он запомнился тем, но один раз неплохо порвелся штрафного и испортил момент. Да нет, он все равно важен. Даже когда он в плохой форме, все равно на нем должен висеть кто-то из игроков соперников. Все равно уводит. Мы просто... Нам тяжело заметить, пока Лукомский не напишет, как Бруно Фернандеш работает без мяча. Нам очень тяжело заметить. Сегодня я с Асланом Готагом комментировал. Он-то все очень здорово подмечал как раз. Он смотрит же не только на мяч, смотрит на действия игроков вокруг. В принципе, подтверждается тезис, что пока Бруно устал, пока Бруно в такой яме несколько функциональной, Поль Пагба на себя берет очень-очень много. И вот эти два зеркальных момента, благодаря которым Манчестер Юнайтед должен был выигрывать. Помните, когда шоу проходил и Билл Фернандеш спасали, потом прошел в Англии Сахо из другого фанга Билл Пагба. Вот это, конечно, прямо иллюстрация этого термина, что не может Фернандеш, но то же самое может сделать Поль Пагба. Точно так же подключиться. Лучший игрок матча ведь Люк Шоу все равно. Люк Шоу. Согласен, еще Магуай. Но Магуай, блин, голова ласик, Люк Шоу мне больше нравится как персонаж. Но тебе кто-нибудь понравился, кроме Люка Шоу? Люк Шоу сегодня просто монстр. Лучший игрок матча, на мой взгляд. Тиаго провел довольно яркий матч, считывая, что он так мало играл и что он только привыкает и к чемпионату, и к новой команде. Временами был неплох Робертсон. У Манчестера, в принципе, солидно. Сыграли все. Может быть, чуть менее ярко, чем обычно был Брул, но его заездили. Поэтому он тоже уже немножечко устал. Тебе как кажется, в этом сезоне я слышал, как ты там развивал темы касательно возможного чемпионства Лестера. То есть ты считаешь, что в таком сезоне может быть очень неожиданный итог? Может, может. А почему? Надо Лестер обязательно сейчас выключать. Лестер играет довольно стабильно. Лестер все топ-матчи проводит на хорошем уровне. А то, что Лестер не может набирать по 95 очков, например, за сезон, так как и в этом сезоне никто столько не наберет. В таком чемпионате, в котором много и часто очки теряются всеми, вполне может быть довольно неожиданный победитель. Тебя немножко не настораживает то, что складывается ощущение, что тройка нападающих именно друг с другом стало хуже взаимодействовать? Я бы не сказал, мне кажется, что все сейчас в Ливерпуле стали друг с другом хуже взаимодействовать. Просто потому, что опять-таки связи потерялись. У Ливерпуля, наверное, тройка нападающих – это самая стабильная сейчас линия, часть команды. Но она же все равно зависима от командной игры. А когда у тебя так часто меняются футболисты вообще по всему фронту, это настораживает. Меня чуть больше настораживает то, что Клоп не пытается перестроить игру, учитывая все эти изменения. То есть у него никогда не отходится от схемы, от плана определенного игрового. Что Ливерпуль как вот был, читаем, но не победим раньше. Сейчас вот читаем, но еще и с ним можно что-то сделать. Лучший игрок Ливерпуля в этом матче. Алисон. Пусть будет так банально, но действительно Алисон. Человек, который сделал разницу, был Алисон, да. А я считаю, что, конечно, лучший игрок этого матча, ну, в принципе, все согласны, это Люк Шоу. И мне кажется, что именно этот факт характеризует наиболее точным образом все, что происходило в матче Ливерпуль-Манчестер-Юнайтед. Может быть, подустали, на мой взгляд, скорости были приличными, а что ошибок было многовато. Ну, что ж поделаешь, не всем выглядит идеально. Вон Ювентус совсем не идеально выглядел по результатам матча с Интером. Так что дальше мы к серии А, конечно, переходим. Нужно же поговорить немного о том, что происходит и в Италии тоже. А я редко смотрю матчи итальянские, ну, так вот сложилась жизнь. Вот, здоровье уже не то, не могу весь футбол смотреть. Вот, но тут давеча прокомментировал Интер с Амбдорио, и он тут же продул меня. И, в общем, мне казалось, по старой памяти, скорее Ювентус варит этого Дэрби де Италия. Но, посмотрев матч, просто в недоумении. Вы вообще, что подвезли в футболках Ювентуса? Это же не Ювентус, это какой-то позор вообще, если честно. На 86-й минуте первый голевой момент в обороне дырки. Роналду бьет издалека, больше ничем не запоминается. А Интер прямо на этом фоне, ну, смотрелся суперкомандой. Шикарный пас Бастони на Бореллу. Баба получилась такая, да, связка. Круто забили Видаль, Лукаку, даже Конт на этом фоне не казался каким-то таким унылым догматиком. В общем, удивительный матч. Интер просто наголову был сильнее Ювентуса. Наголову, на две, мог забивать 3-4-5. Ювентус не мог забить ничего. Неужели же мы все доживем до момента, когда Ювентус не станет чемпионом в Италии? Я уже забыл, когда такое было. Ну, не сочетая тех моментов, когда его отправляли там в серию Б за грехи. Но, в принципе, я уже забыл, как это, когда Ювентус не чемпионом Италии, по сожалению, не чемпион Франции, а Бавария не чемпион Германии. Может быть, в этом году мы, наконец, дождемся, хоть одно из этих событий из экспресса все-таки доедет. Для меня этот матч – это, в первую очередь, история все-таки про Артура Видаля. Тут есть и тактические элементы, и просто-напросто это красиво. Он против бывшего клуба сначала очень тепло общался со своими партнерами перед началом встречи, а потом показал настоящий мастер-класс. Мне кажется, важно не то, как хорошо он сыграл, но и в каком стиле он действовал. И этот Видаля очень был похож на футболиста, который забивал за Ювентус. Например, рывки, которые он делал в первом тайме. Голос – это лишь один из примеров. Как минимум два еще таких рывка было, которые завершились ударами. Еще много, которые ударами не завершились. Это прямо классический Артура Видаля. Артура Видаля, которого ценил Антонио Конто, когда был тренером Ювентуса. И вот сейчас просто максимально эффективно использовал его против бывшей команды и своей, на самом деле, тоже. Мне кажется, можно отметить со стороны Ювентуса то, насколько ужасно с этими обязанностями по опеке Видаля справлялся Рабьо. Это трудная задача, но Рабьо, мне кажется, просто на нее забил. Даже не провалился в этом отношении, а просто решил не выполнять эту работу. Это тоже печально, но в первую очередь для меня все-таки этот матч – это матч, в котором Артура Видаля делал разницу. Если говорить о командах в целом, то Интер, конечно же, тотально переиграл Ювентус. Ювентус, вот просто для понимания контекста, они проигрывали. Получается, с 12 минуты и вплоть где-то до 80 минуты не смогли толком прижать соперника. Это просто вопиюще. И по ударам тоже уступили. Просто обычно, когда пропускаешь быстро гол, ты зажимаешь соперника, а дальше наносишь много ударов. Дальше вопрос, опасны они или нет. Тут даже какого-то стерильного доминирования Ювентуса не было. Интер все контролировал. Интер не давал Ювентусу себя запрессинговать. Интер, на мой взгляд, был лучше абсолютно во всех стадиях. То есть это и позиционные атаки, это и переходные эпизоды, это и прессинг, это и позиционная защита. То есть очень хороший перформанс и абсолютно заслуженная победа. А Видаль – король. Наша традиционная рубрика «Комментируем комментарии». В этот раз мы решили, что по одному их комментировать скучно. Обычно это фантастически делает Кирилл Дементьев. Но в этот раз мы решили посмотреть вдвоем, что там происходит. Кирилл Юрьевич, присоединяйтесь, будем обсуждать комментарии. А, что? Кто меня вытащил из Джакузи? Ты в Джакузи был в жилетке? Сухой? А как? Ты пьяный спал в Джакузи без воды? Почему пьяный сразу? Почему сразу пьяный? Да потому что как ты в эфире, так не трес. Вот, например, смотри, нам пишут. В следующий раз просьба не давать Алхазову так часто прикладываться к стакану. Он беспрестанно это делал, приводя оператора в ужас. Как говорят, любит пить пиво, но пусть не под камеру. Давайте спросим у оператора. Денис, он приводил тебя в ужас, прикладываясь к стакану? Денис не отвечает. А другой Денис пусть ответит тогда. Алхазов, подойди, пожалуйста, сюда. Ты почему в ужас приводишься? Ты зачем приводишь в ужас и прикладываешься к стакану? Вот как сейчас. Он больше не будет. Он больше не будет. Больше не будет. Потому что уволим, иначе. Тут еще какое-то огромное обоснование, почему Клоп, а не Флик. Но его читать, боюсь, до завтра. Тут человек размахнулся, я не готов. Давай вопросы задавай. Так, вопросы. Спасибо, что не позвали Кривохарченко. Следующий комментарий, почему нет Кривохарченко. Да, почему нет Кривохарченко. Ждем Кривохарченко. Так, Кирилл, просто супер. Спасибо, с наступающим. Так, после вонючего Лейпцига мне, как фанату Бундеслиги, захотелось выключить выпуск. Как будто речь была про Вердер какой-нибудь, а не команду из топ-3 своей Лиги. А, про что было? Я уже не помню, почему был вонючий Лейпциг. Это, видимо, Кудрявцев, наверное, гадость, как он сказал. А-а-а, ну это он может. Так, каким образом Бундеслига разочарование года? О ком-кризисе в Бундеслиге говорит Дементьев. Как это о каком? Вы посмотрите, как сейчас играют команды. На самом деле почти везде одни легионеры. Правда же, но лучший немецкий бомбардир, я думаю, в этом сезоне будет кто? Томас Мюльдер. О чем говорить? Тренер Флик 100% обязан был быть, игрок Ливандовский, по идее. Но я так, ну один из вас Хуан Лапитеги. Хулин, по-моему, Лапитеги. Хулин Лапитеги, тренер Селивии. Не упомянул. Ну да, ну выиграл он Лигу Европы, но все-таки это уж настолько второразрядный турнир, что его ставить в один ряд с Фликом, например, который выиграл Лигу Чемпионов, довольно странно. Потому что мы почему-то по традиции воспринимаем Лигу Европы как второй турнир. То есть победитель Лиги Европы, это вроде как вторая, что, команда в Европе, что ли? Это же не так. Она 33-я. Какой плей-офф из одного матча? Какой топ-клуб может быть за этот тупорылый формат? Ну тут прям серьезный такой козырь. Тупорылый формат? Да, тупорылый формат. Почему он тупорылый? Ну потому что... У нас крыто как-то? Не нравится, нет. Не нравится? Потому что результат сильнее зависит от случайности. Видите ли, с точки зрения вот именно рейтингов и зрелищности, боюсь, что как раз многие... Мне тоже, но мы говорили о том, что все-таки второй матч дает нам возможность камбэков, которые довольно часто встречаются в последнее время. А я не против отмены второго матча. Я предлагал формат финала четырех, чтобы полуфиналы и финалы игрались рядом, а не сейчас. Два раза подряд практически. Ну понимаешь, сейчас у нас полуфинал играет, например, в апреле в середине, а финал могут сыграть вообще в июне. То есть за это время столько всего протекает, что это уже довольно сомнительная история. Не согласен, что Анчелоти топ начался после Пармы. Парма на тот момент была очень даже топ. По-моему, после Пармы был Ювентус, где у него как раз дела-то не очень пошли. Вот, по-моему, это самый как раз неудачный опыт. Да, это правда. Так, не стоит в этот корновежусный сезон возвеличивать прям победу Баварии, а Барселона выгребет, несмотря на все долги. Я думаю, что вы просто болеете за Барселону. Что Барселона сделает? Выгребет. О, я тоже думаю, что оно выгребет, конечно. Просто сложная ситуация. Три супер дорогостоящих и не самых удачных трансфера, плюс президент, которого все ненавидели. Ну, сейчас нового выберут. Судя по всему, это будет опять Лапорта. Видимо. И, может быть, с ним действительно жизнь наладится. Я тоже уверен, что Реалы Барселоны – это просто постоянные величины, и ничего с ними не должно случиться. Вообще ни на один вопрос Дорского толком не ответили. Ужас, даешь свет спецвыпуск с особым мнением Александра. О, это мы сделаем. Да. Это мы точно сделаем. Да, это прекрасно. Традиционно хорошим звуком. Так, отличный старый новый формат. Нет, мы так постоянно делать не будем, уж как получается. Надо каждый выпуск Дементьеву под пивом записывать. Ну, меня и так обвиняют в алкоголизме, поэтому шоу что-то. Можно и под пивом. Так, Кудрявцев с нестандартным взглядом и непопсовыми оценками сделал выпуск. Филипп, подойди, пожалуйста, просто на секундочку, чтобы сделать этот выпуск. Твой нестандартный взгляд хотим увидеть. Нестандартный твой взгляд. Вопрос, тебе Интер нравится вот нынешний? А когда я был у вас выпуском? А был перед Новым годом. Ты не помнишь уже? А, был такой. Еще раз, мне Интер нравится. Вот как играется. Или что такое Интер, надо спросить. Ну, посмотрите на счет. Да, нравится, конечно. Все, спасибо тебе большое. Извини, что мы тебя отвлекли. Очень нестандартный взгляд. Это был нестандартный взгляд. Как поднялся градус... Ага, сейчас появится октагон. В нем окажется пара Дементьев-Стагниенко. Это мы с тобой о чем-то спорим? Ты же меня убьешь. Ты же боксом занимаешься. Где я в автагоне? Где октагон? Каждый день ты в Инстаграме постишь фотки, где у тебя бицуха растет. Так я не качаюсь. Я бегаю. Я не качаюсь, я бегаю. А то есть ты сможешь убежать? Я единственное, что я могу сделать от тебя? Бегать по октагону. Это не факт, это у тебя просто... Так, что еще? Главное разочарование года. Филипп очень классный. Нет, какой аппетитный чай у Дементьева. Какой чай? Я не чай пил, я пиво пил. А, чай был какой-то? Ты заказывал чай. Да, какой-то чай. Опять без тайм-кодов. Ну, в общем, дальше люди... А, вот, социализм Дементьев пустобрел. Почему социализм? На этом мы, в общем, и заканчиваем. Нет, 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 подожди. Все, спасибо, пишите такие вещи почаще.